Добрый день. Ну, вообще, когда мы говорим о диагностике меланомы, то фактически центральным объектом для этой диагностики является по-прежнему активация сигнального каскада, который приводит к тому, что наблюдается неконтролируемое деление клеток. Подавляющее большинство пусковых событий, к счастью, расположено в онкогене Бираф, где уже разработана эффективная терапия. Определенная частота мутаций наблюдается в генах НРАС, в рецепторе КИД. Надо понимать, что все это взаимо исключающие события. То есть фактически обнаружение любой из этих мутаций является основанием для того, чтобы прекратить тестирование, так как других мутаций быть не должно. Но мутации в гене Бираф на самом-то деле это как раз первый пример разработки настоящей таргетной терапии. В начале, в результате систематических исследований, было показано, что примерно половина меланом содержит замены в позиции 600, причем не просто замены, а одну единственную замену, В600Е. Именно для этой разновидности активированного белка Бираф были разработаны таргетные препараты, веморофениб, даброфениб, и стал накапливаться клинический опыт их применения. Но вот тут появляются определенные трудности. Во-первых, исходно при разработке препаратов основывались на том, что только эта аминокислотная замена является действительно частой и обеспечивает ответ на терапию. Но в процессе изучения меланом и в процессе приобретения опыта использования веморофениба и даброфениба оказались очень важные нюансы. Практически все другие замены, где фигурирует цифра 600, В600К, В600Е, есть другие варианты аминокислотных замен, они также демонстрируют высокую активность при использовании веморофениба и даброфениба. Более того, как минимум 10% мутаций, в общем-то, не относятся к основным, В600. И в частности, если мы говорим про роль мутаций в позиции 600, то их значение более или менее понятно с точки зрения использования терапии. А вот интерпретация других мутаций сталкивается с определенными сложностями. Но посмотрите, здесь есть контринтуитивные закономерности. Мутации, которые расположены рядом в позиции 601, они, как правило, не ассоциированы чувствительностью к веморофенибру или даброфенибу. А вот мутации 597, они по своим функциям очень похожи на мутации 600. И у подобных пациентов зарегистрированы ответы на терапию. Достаточно часто при меланомах наблюдаются мутации в позиции 594. Эти мутации тоже приводят к активации МЕК-каскада. Но, к сожалению, эти мутации не ассоциированы с активацией онкобелка БИРАФ. Они связаны с другими механизмами активации этого каскада, взаимодействия мутированного БИРАФ с другими белками. И поэтому здесь не следует ожидать эффективности таргетной терапии. Вот и получается, что полноценный анализ онкогена БИРАФ – это не тривиальная задача, потому что, с одной стороны, вы должны очень достоверно выявить частые мутации. В первую очередь, В600Е – самая частая. И для этого есть вполне эффективные тесты, которые предусматривают использование полимеральной цепной реакции, которые способны выявлять только отдельные мутации. Но также, на мой взгляд, крайне желательно дополнять использование алиэкспецифической ПЦР секвенированием всего Экзона-15 в надежде выявить подобные редкие мутации, потому что их обнаружение также имеет несомненную клиническую значимость. Таким образом, на самом деле, когда мы говорим о диагностике меланомы, несмотря на то, что главная мишень БИРАФ, но даже диагностика БИРАФ сопряжена с определенными нюансами и, на мой взгляд, требует сочетанного применения алиэкспецифической ПЦР и секвенирования. Следующий нюанс. Вся молекулярная диагностика требует привлечения специалистов двух специальностей. Это морфолог, который может визуализировать опухолевые клетки, определить их содержание и выделить эти опухолевые клетки для молекулярного анализа. И молекулярный генетик, который ориентируется во всех сложностях и нюансах методов лабораторной генетики, будь то ПЦР, обычное секвенирование, секвенирование нового поколения и так далее и тому подобное. К сожалению, что мы видим, что огромное количество участников диагностического процесса пренебрегают либо тем, либо другим. Есть случаи, когда специалисты по молекулярной генетике не выполняют диссекцию опухолевых клеток, не выполняют визуализацию опухолевых клеток, потому что это отдельное мероприятие требует и отдельного специалиста, и времени, и определенных затрат. Ну и, с другой стороны, масса примеров, когда подобная диагностика выполняется в морфологических лабораториях специалистами, у которых нет фактически специализации по методам лабораторной генетики. К чему это приводит? Это приводит к тому, что далеко не все мутации, которые связаны с ответом на терапию, де-факто выявляются. Посмотрите, если вы правильно делаете тестирование, меланомы кожи, как правило, содержат как минимум 60% мутаций в гене Биераф. 6 опухолей из 10. На самом-то деле, эта цифра вы прекрасно знаете, как правило, в условиях реальной практики ниже за счет того, что просто лаборатории не способны выявлять все случаи с мутациями. Надо понимать, что каждый случай с активирующей мутацией – огромная добавленная продолжительность жизни, потому что препараты Биераф-инкибиторы в сочетании с МЕК-инкибиторами сейчас доступны всем пациентам по всей стране. Если с меланомами кожи более или менее понятно, то диагностика редких разновидностей меланом по вполне понятным причинам вызывает затруднения, потому что на самом-то деле все, что касается биологии редких разновидностей меланом, здесь, конечно же, ниже уровень знаний, потому что редкие болезни трудно изучать. Беспигментная амилокатарная меланома. Именно в этих меланомах особенно часто встречаются мутации в участниках МЕК-каскада. Это мутации Биераф или мутации в онкогене КИД. В отношении подобных меланом пока нет критической массы сведения об общем количестве мутаций на геном, об их иммуногенности, о совокупной мутационной нагрузке. Гермопластическая меланома. Необычная разновидность меланом. Все эти меланомы по биологической сути изменения в сигнальных каскадах похожи на обычные меланомы. Там активация того же сигнального каскада МЕК и Эрк-кеназ. Но в этих меланом нет мутации гения Биераф. Здесь другие механизмы. Именно у этих меланом очень высокая мутационная нагрузка и, как следствие, очень высокая эффективность иммунотерапии. Меланома спит. Редкая меланома, которая названа в честь патолога, женщины, которая впервые описала эту разновидность опухолей кожи. В данном случае молекулярные события являются диагностическими критериями для постановки диагноза. Это либо мутации в гении Харви-РАС, не путаем с НРАС, либо транслокации в гении Биераф, не путаем с мутациями, либо транслокации в кеназах АЛК, РОСН, ТРК. Все вот эти три кеназа – это рецепторы, к которым уже, к счастью, имеются специальные таргетные препараты. Меланомы, слизистых оболочек и акральные меланомы. Удивительно, но это, казалось бы, разные меланомы с точки зрения биологии опухолевого роста и возможности для лечения объединяются в одну и ту же группу. В них бывают мутации в гении Биераф, но достаточно редко, меньше 10%, в отличие от меланом кожи, где показатель 60%, иногда даже 70%. Каждая шестая опухоль содержит мутацию в гении КИД. Что важно понимать, что эти разновидности опухолей характеризуются низкой мутационной нагрузкой и в целом низкой чувствительностью к иммунотерапии. Диагностика мутации гена прижена с достаточно высоким уровнем затруднения. Дело в том, что вам надо проанализировать не коротенький участок, как в случае онкогена Биераф, а проанализировать последовательность целого большого участка гена КИД. Подобное чтение нуклеотидной последовательности, особенно когда у нас опухолевые клетки перемешаны с нормальными, до сих пор является дорогостоящим мероприятием, которое вызывает затруднения. Более того, даже если вы нашли мутацию, это вовсе не есть гарантия ответа. Трудность заключается в том, что спектр мутаций представлен огромным количеством нуклеотидных замен. Некоторые из этих аминокислотных замен демонстрируют чувствительность к иммунинму и другим китингибиторам, а другие активирующие мутации вызывают опухолевый рост, но при этом не связаны с лекарственной чувствительностью. К сожалению, здесь не всегда есть возможность опираться на опубликованные данные. Здесь достаточно много новых мутаций, и каждую из этих мутаций нужно исследовать отдельно. В частности, я здесь с удовольствием показываю нашу собственную публикацию, где Кристина Валерьевна Орлова и Лев Вадимович Демидов у них проходил пациент. Мы очень обрадовались, когда нашли у этого пациента, у этой женщины со слизистой меланомой, мутацию в генекит. Но чтобы понять, ответит она на терапию или нет, необходимо было назначить лечение, и, к сожалению, здесь мы не наблюдали ответный мутинит. Именно в этом и есть драма клинической науки, трансляционной науки, что фактически для каждой новой мутации необходимо накапливать отдельную совокупность данных, чтобы понять, имеет ли подобные события перспективу для какого-либо лекарственного воздействия или нет. И вот именно для этой мутации, которая ранее до нас не описывалась, оказалось, что ответа на терапию нет. Меланомы сетчатки. Их биологические механизмы хорошо известны, но, к сожалению, несмотря на то, что все мутации, которые вызывают это заболевание, известны, пока нет препаратов, которые могут воздействовать на данные молекулярные события. Метастатические меланомы с невыявленным первичным очагом. Считается, что отсутствие первичного очага связано с регрессом исходной опухоли, хотя на самом деле сложно проверить, так это или метастатическая меланома возникает сразу без первичного очага. Что показывают молекулярные данные? По молекулярной генетике большинство меланом с невыявленным первичным очагом очень похоже на обычные кожные меланомы. В них высокая частота мутации в БИРАФ, в них высокая мутационная нагрузка и в них высокая вероятность ответа на иммунотерапию. Примерно 15-20% меланом кожи содержит мутации в генах РАС. Несмотря на то, что это активирующее событие, создать эффективные ингибиторы белков РАС пока не удается. Что интересно, что когда мы говорим про активацию гена РАС, то практически всегда это событие сопровождается активацией киназа МЕК. Но при этом опыт применения ингибиторов МЕК у подобных пациентов неутешителен. Оказывается, что РАС мутированные клетки очень быстро адаптируются к подобному воздействию. Какие здесь могут быть подходы к сочетанию с другими препаратами? Ну, в частности, один из механизмов адаптации к лечению – это механизм аутофагии, своеобразная защитная реакция клетки. У аутофагии есть хорошо известный ингибитор, плаквенил – доступный препарат. И в данном случае это наше собственное наблюдение. Правда, не в отношении меланомы, а в отношении опухоли толстой кишки. Сочетанное применение МЕК-ингибитора и плаквенила в отдельных случаях может демонстрировать очень хороший клинический эффект. Здесь есть и предклинические данные, и клинические данные. Другой подход – попытка сочетания МЕК-ингибиторов с ингибиторами циклинозависимых киназ. Посмотрите, в данном случае это опухоли на ксенографтах. Это опухоли от реальных пациентов с расмутациями, которые переливаются лабораторным животным. Если используется МЕК-ингибитор в отдельности – нет эффекта. Если используется в отдельности ингибитор циклинозависимых киназ – нет эффекта. А вот если используются в питании этих препаратов, то в экспериментах с ингибиторами наблюдается регресс расмутированных опухолей. Это подтверждают и клинические данные, полученные уже на пациентах с меланомой с расмутациями. Вот здесь результат сочетанного применения МЕК-ингибитора, ингибитор циклинозависимых киназ. Посмотрите, большая часть опухолей демонстрирует определенную чувствительность к терапии, уменьшается их размер. Но, к сожалению, и степень уменьшения размера в большинстве случаев достаточно умеренная. И продолжительность эффекта времени допрогрессирования тоже неудовлетворительно маленькая. Всего 3,7 месяца. Иммунотерапия. У многих пациентов, в отношении которых применяется иммунотерапия, наблюдаются побочные эффекты. Вот, посмотрите, сразу несколько работ обнаружили генетическую причину подобных побочных эффектов. Оказывается, у тех пациентов, у которых повышен риск побочных иммуноопосредованных явлений, у них необычная полимортная разновидность гена, который кодирует интерлекин-7. И именно эта разновидность ассоциирована с тем, что продукция данного интерлекина в B-лимфоцитах повышена. Но, что интересно, у подобных пациентов, с одной стороны, повышенный риск побочных эффектов на фоне иммунотерапии, а с другой стороны, и сам лечебный эффект от иммунотерапии тоже выше. Таким образом, выраженность клинической эффективности терапии коррелирует с выраженностью побочных эффектов. Очень частой ошибкой специалистов является ошибочное назначение ПДЛ-тестирования для пациентов с меланомой. Следует понимать, что ни один из препаратов, иммунных препаратов, который зарегистрирован для лечения в меланоме, не требует определения ПДЛ-статуса. Почему? Да просто потому, что недостаточная клиническая информативность данного статуса от уровня экспрессии, ПДЛ-1 присутствует она или нет, нет достоверной зависимости с ответом на терапию. Именно поэтому ПДЛ-тестирование, которое рутинно используется, например, при некоторых схемах иммунотерапии карцином легкого, не используется при меланоме. Но что, посмотрите, интересные работы. Что анализируют авторы? Не просто экспрессию ПДЛ-1, не просто наличие его мишени, рецептора ПДЛ-1, а колокализацию этих молекул. И что показывает исследование? Посмотрите, в тех меланомах, где наблюдается колокализация ПДЛ-1 и его рецептора в мишени, в данном случае повышена вероятность ответа на иммунотерапию. Несомненно, эти работы следует признать интересными и перспективными. Совокупная мутационная нагрузка – это общее количество мутаций на геном опухолевой клетки. Что существенно? Совокупная мутационная нагрузка, будучи агностическим маркером, рекомендована, если есть подобный тест, в качестве предиктивного маркера при использовании пембролизумаба, но только для отдельных разногидностей опухолей. Для меланомы подобный тест не рекомендован к использованию. Почему? Потому что, во-первых, вы уже по локализации меланомы можете понимать, является ли перспективной иммунотерапия или нет. И самое главное, что по локализации меланомы, связана ли она с избыточным солнечным облучением или нет, вы можете примерно предполагать, какой уровень ТМБ – совокупной мутационной нагрузки. Получается, что этот тест по своей информативности по сути дела уступает просто клиническому мышлению, клиническому пониманию ситуации, в которой оказался пациент. Таким образом, нет никаких оснований отказывать пациентам с меланомой кожи в иммунотерапии на основе каких-либо лабораторных тестов, потому что ни один из этих тестов недостаточно информативен для того, чтобы отбирать подобных пациентов на иммунотерапию или, наоборот, отказывать им в подобном лечении. Ну, что интересно, что на самом деле, когда мы говорим про тесты на совокупную мутационную нагрузку, то, как правильно, анализируется не полный геном опухолевой клетки, а только репрезентативная часть этого генома – несколько сотен генов. Подобные мультигенные тесты сейчас приобрели популярность, и я с удовольствием показываю нашу собственную разработку. она включает все гены, в которых есть потенциальные мишени для лекарственной терапии, то есть анализ мутаций может оказаться значим для выбора лечения, а также этот тест позволяет анализировать и микросателлитную нестабильность, и совокупную мутационную нагрузку, и самые частые трансфокации, и амплификации генов. Он в какой-то степени является универсальным. Ну и включительный слайд, все равно, когда мы говорим о сложностях диагностики меланомы, на мой взгляд, самое сложное, что есть, это все-таки достоверно выявить наличие или отсутствие мутаций в генах, которые приводят к активации МЕК-каскада. Спасибо за внимание. Продолжение следует...